Одна из самых главных бед сегодня, которая не дает, на мой взгляд, Украине сбросить с себя вот эти оковы советского прошлого, это жутчайшая коррупция, разъедающая все изнутри. Бороться с коррупцией в принципе в стране, такой как Украина, возможно или все будет сводиться к разговорам? Ну, бороться с коррупцией возможно везде. Больше того, если с ней не бороться, то ее невозможно и победить. Даже в Грузии, как мы убедились. Да, даже в Грузии, которая была самой коррумпированной страной Республики Советского Союза, тем не менее она справилась с коррупцией. Как-то это получилось. Потому что просто нужно открыть какие-то новые идеалы, а главное создать образцы. Образцы эти должны показать руководители страны. А мы пока не видим такого особого желания. Их показываются, потому что все, что связано с именами ближайших соратников Петра Алексеевича Порошенко, поражает воображение. Но больше всего поражает воображение, конечно, фабрика Рошен в Липецке. На территории страны-агрессора. Все-таки политическое чутье должно было подсказать президенту Украины, что надо от этой фабрики как-то отделаться. Хотя бы даже чисто формально. Но он этого не сделал. Почему? Что не съем, то понаткусываю. Жалко. Своё.